Здравствуйте, меня зовут Уварова Нина и я приветствую вас на канале LoftBlog. Сегодня мы с вами поговорим про такую интересную штуку, как обаяние. Что это такое, как его развивать и использовать в своей жизни. Итак, что же такое обаяние? Обаяние – это умение человека располагать других людей к себе, вызывает доверие. Зачем это нужно? Ну для того, чтобы наша коммуникация с другими людьми все-таки была эффективной и приносила и нам, и им больше удовольствия. Ведь когда человек получает удовольствие от общения с нами, ему хочется с нами общаться все больше и больше. Вопрос в том, а когда мы можем показаться другому человеку обаятельными? Но на самом деле это может произойти и до непосредственного знакомства, и во время знакомства и общения, и после. Каким образом это происходит? Во-первых, человек видит нас со стороны, то есть мы должны понравиться человеку внешне. Если вы спросите других людей, какой человек считается обаятельным, скорее всего, вы услышите подобные ответы. Это люди теплые, открытые, дружелюбные, доброжелательные. Это то, что говорит о том, что человек открыт либо непосредственно к вам, либо к миру в целом. То есть вам не придется преодолевать какие-то границы для того, чтобы с ним пообщаться. Во-первых, для того, чтобы человеку захотелось с вами познакомиться, вы должны быть приятны внешне. Я не говорю непосредственно даже про внешность с точки зрения черт лица или телосложения, но если вы аккуратно выглядите, от вас приятно пахнет, и вы в принципе с доброжелательным, дружелюбным лицом, то вероятность того, что к вам подойдут познакомиться, значительно выше. Для того, чтобы выглядеть обаятельным, очень важно проявлять доброжелательность и интерес одновременно с очень большим уважением к его личным границам. Жак Паже, фокусник-иллюзионист, написавший книгу «Власть иллюзий», серьезно рассматривал такой феномен, как обаяние и шарм влияния на других людей, но с точки зрения фокусников. Но он выделил основные моменты, которые позволяют человеку преодолеть все границы, которые наши собеседники и слушатели выстраивают перед нами. Очень важно, что для того, чтобы быть обаятельным, для того, чтобы открывать людей к себе, важно просто не вести себя так, чтобы им приходилось закрываться. Итак, основной секрет обаяния – это сделать так, чтобы человеку рядом с нами было хорошо и комфортно, чтобы он получал рядом с нами удовольствие. Итак, правило номер один. Ваша громкость речи должна быть оптимальной. Что такое оптимально? Слишком тихая речь заставляет наших собеседников напрягаться и все время прислушиваться к тому, что мы говорим. Это вызывает дискомфорт. Слишком громкая речь вызывает в нашу сторону сразу критику, раздражение или иногда даже агрессию. Понятное дело, что иногда громкая речь вызывает совершенно другой эффект. Но для этого человек должен понимать, что вы ему чем-то полезны. Поэтому помните про то, что ваша физическая граница заканчивается там, где заканчивается уровень шума, который вы производите. И поэтому нужно быть в данном случае достаточно деликатными. Правило номер два. Телесная физическая дистанция должна быть комфортной, иначе человек будет от вас закрываться. Жак Паже пишет о том, что выбор навязанной карты очень сильно зависит от того, насколько правильно иллюзионист выбрал дистанцию между собой и тем, кто участвует в рамках фокуса. Если дистанция выбрана верно, то испытуемый выберет нужную иллюзионисту карту. Физическая дистанция должна быть такой, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Ни в коем случае не зажата, не сковано, а действительно, чтобы ему было хорошо. Обратите внимание, ведь красивое тело, безупречная гигиена и гармоничный стиль существенно позволяют сократить физическую дистанцию. Красота в общем смысле этого слова позволяет очень быстро проходить барьеры, которые ставят люди между друг другом. Ведь вам не очень хочется, наверное, подходить близко к человеку, который некрасив, неприятно пахнет или просто неопрятен или нелеп. Очень скорее хочется уйти, забыть и с ним не соприкасаться. А с красивым человеком нам так или иначе хочется общаться. Да, понятное дело, что после знакомства человек может потерять свое обаяние практически сразу. Но я говорю именно про тот момент первого знакомства и желание сблизиться с этим человеком. И правило номер три. Мы говорили с вами о звуковых границах, о физических границах. И третье правило касается границ личности. Если человек себя как-то позиционирует, то ваша задача не мешать ему позиционировать себя так, как он это хочет сделать. Если вы будете критиковать, ерничать, задавать слишком личные вопросы или давать ему оценку сверху, то человек, скорее всего, определит вас для себя как неприятного типа, закроется от вас и, скорее всего, не будет хотеть с вами общаться. Поэтому здесь очень важна деликатность и уважение, а также интерес к личности. Если вы будете все время оттягивать внимание на себя, говорить только про себя, хвастаться или жаловаться, скорее всего, с вами не захочется общаться в дальнейшем. Но если вы будете говорить что-то полезное и интересное и проявлять интерес к личности, с которой вы общаетесь, то тогда, скорее всего, вы будете достаточно обаятельны для этого человека. Человек, который с вами общается, должен чувствовать, что вы не хотите ничего у него брать без его воли. Наоборот, вы открыто готовы что-то давать и никак не собираетесь его притеснять. Тогда человек рядом с вами будет чувствовать себя комфортно. Тогда он сможет присмотреться, а что у вас можно взять, даже если брать у вас, собственно, и нечего. Чаще всего мы даем людям наше внимание, наш интерес. И уже это позволяет нам расположить человека к себе. Но и при этом особенно обаятельными выглядят те люди, которые энергичны, уверены в себе и у которых есть какие-то собственные ресурсы. Попробуйте соблюдать всего лишь эти три правила и вы заметите, насколько они рабочие. Ведь сейчас, к сожалению, в современном мире люди какие-то тревожные, закрытые или старающиеся что-то взять у других. А если вы покажете, что вы открыты и ничего не хотите брать у других, то тогда к вам начнут тянуться и удивительно начнут что-то вам предлагать и давать по своей собственной воле. Попробуйте. А обаяние, про которое мы с вами сегодня говорили, есть залог харизмы, но об этом в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях вопросы, которые у вас возникли или дальнейшие интересующие темы. И добавляйте меня в друзья. До встречи!